Итак, всех приветствую, с вами я Алексей, вы смотрите YouTube канал Paradigm И сегодня у нас, как вы наверное поняли по названию, видео Обзор такого сервиса, такого видео хостинга, как в июле Не знаю, когда он был создан, в июле или в августе, но в общем-то не так давно И в принципе я заметил, что многие его типа пиарят, про него видео снимают Но при этом как бы максимум, ну одно видео кто-то загрузил, вот например Шевцов Кстати Шевцов реально мог бы перейти сюда, ну потому что типа люди, смотрите, 185 тысяч просмотров Ему накрутили тупо, потому что он попросил это сделать То есть если бы он попросил типа, теперь смотрите меня только на в июле То он вполне себе мог бы свою аудиторию частично перевести сюда Так вот, в чем прикол, вот например Фантом тоже самое То есть, хотя нет, 16 тысяч, а у него там около миллиона подписчиков у этого чувака Ну в общем-то, некоторые записывали ютуберы видео Ну и типа их не устраивает, что им не платят бабосов, что у них блокируют типа видео Не запрещают монетизацию, просто там типа каналы третируют, страйки кидают и так далее А здесь, здесь прикол в том, что типа цензура не такая жесткая Но, но, значит давайте посмотрим, допустим здесь цензура не такая жесткая Но какие есть преимущества, какие недостатки Преимущества, ты можешь типа всякие сиськи там, ну письки типа голые, я думаю не позволят И сиськи в принципе вообще голые не позволят показывать Ну вот такие вот в лифчиках там, ну вы поняли То есть, это такая себе ютуб для взрослых Кстати, я не понимаю, почему в ютубе бы не сделали зону для взрослых Хотя, в принципе, в нее бы все равно дети проникали, в том-то и прикол Ну в общем-то, здесь в принципе есть для взрослых То есть, ну на самом-то деле, понимаете в чем прикол? То есть, вся эта цензура, она бесполезна То есть, в ютубе типа нужно, чтобы сделать какую-то зону для взрослых Нужно, чтобы детям не показывалось в похожих видео контент для взрослых И к тому же есть типа в ютубе 18+, но им никто не пользуется Потому что это типа ограничивает типа аудиторию, все дела Ну, а здесь, я так понял, у нас, понимаете, почему это не работает? Почему не работает ограничение? Почему вы не можете запретить школьникам посещать какие-нибудь порно-сайты? Да потому что, собственно, есть порно-сайты, которые ты спокойно себе можешь загуглить в гугле И смотреть, как, короче, там педофилы ебут подобных тебе школьников в жопы Или там коней, или еще кого-нибудь Или там эти трансы всякие там в попке долбятся В роттике там кончают и так далее То есть, подобными вещами занимаются И это все как бы в открытом доступе И я не понимаю, то есть Почему, типа, ютуб такой бешеный? Ну, типа, чтобы рекламу возле этого не показывали Ну, не знаю, короче, какая-то фигня с этим ютубом То есть, на самом-то деле Ребенок все равно может найти какую-то херню в интернете И жестокость, и это Ну, вот, в общем-то, здесь Меньше, скажем так, меньше ограничений с этим связанных То есть, это более взрослый сервис, во-первых Во-вторых, как бы Какой недостаток этого? Недостаток то, что как раз Из-за того, что все остальное можно на ютубе снимать А здесь как раз единственное отличие Ну, именно в контенте Сюда, то есть, можно загружать то, что нельзя на ютубе Естественно, все, у кого не получилось монетизировать Или там вообще загрузить, чтобы их не забанили Ролики на ютубе Будут лезть сюда И здесь будет куча всякого эротики Типа, чуть ли не порно, всякой херни Здесь также будет куча всяких мошенников Да, здесь, типа, с этим тоже посложнее То есть, если в ютубе там целый гугл гигантский Который знает, как выявлять мошенников Он это делает, опять же Всякие мошеннические сайты Старается, опять же, не индексировать и так далее То есть, использует свой опыт В, собственно В создании поисковика Для того же на ютубе То есть, для определения видео Которые там мошеннические Или еще какие-то Здесь же, то есть, этого дохрена Я не буду сейчас искать специально вам Шурыгина снялась порно Кстати, а, 25 тысяч всего лишь маловато Ну да ладно Ну, в общем-то Прикол заключается в том Что здесь этого тоже будет дофига Вот это Две проблемы Но я бы не сказал, что это проблемы Это вполне себе естественно было Можно было это предсказать с самого начала Особенно любят здесь всякие Криптовалютчики Зависать и, типа, снимать видео о том Вот какая криптовалюта Офигенная новая появилась Быстрее облачный майнинг Получите там миллион баксов А в итоге, естественно Ничего вы этого не получаете То есть, подобные мошенничества здесь любят Также сам сайт Сам сайт Дело в том, что здесь есть Они создали, я так понял Свою криптовалюту для оплаты И, как бы, да За регистрацию тебе сразу дают Немного этой криптовалюты Также можно донатить этой валютой То есть, как на Твиче Вот это вот я считаю Продвинутая фигня То есть, что можно донатить легко То есть, можешь пополнять свой баланс И так далее Также, естественно, здесь есть, типа Платные каналы Хотя я не думаю, что в ближайшее время Кто-то будет смотреть здесь платные каналы Ну, разве что с детским порно Да Такое Я не знаю, кстати Будет ли здесь такое В общем, здесь много будет с этим проблем Я так чувствую Кстати Эдс Что-то там Эдс Что за эдс Депозит адрес Я ж надеюсь, вот эту вот штуку Можно мне показывать Потому что вдруг, типа Ну, как бы Я аж пароль не показываю Тут нету нигде пароля Я так понял Вот это вот сюда нужно, типа, отсылать ко мне Нужно копить у клипборд Ну, раз оно предполагается, что его копировать нужно Вот, как вы видите Вот это вот 10 вью Это за регистрацию дается Это 25 центов Вау Офигеть просто 25 центов У меня за день, блин 60 центов в ютубе идет Ну, там же, блин, за 5000 просмотров А здесь просто так тебе дают 25 Ну, в общем-то Так же сюда Дело в том, что Как это ни удивительно В июле требует Именно сейчас Для развития Для своего Чтобы большие блогеры Какие-то большие ютуберы Ютуб-каналы Приводили сюда Свою аудиторию Но вместо этого Сюда идут В расчете на То, что Типа Первыми Придут И за счет этого Что-то у них получится Всякие школьники Всякие спамеры Которые любят Спамить Типа Зайди на мой канал У них там на ютубе 100 подписчиков Было Теперь они пришли сюда Тоже спамят У них по 14 По 15 подписчиков Ну, в общем Такие сап же Очень Специфические В принципе Можно сказать Даже ютуб От этого Даже выиграет От того, что Они именно сюда Придут Так же сюда Переходили Политические Всякие каналы Которые Собственно Там их Тритируют На ютубе То кремлеботы Напекут За страйк То еще что-то Будет твориться Там опять же Сам ютуб Монетизацию Снимет Он это любит Очень Даже с моих Видео Не политических Снимает А с их Видео Политических Так тем более Значит Я слышал Так же О том Что Типа Вот Переходите На вьюле Потому что Ютуб Могут Закрыть В России И типа Тогда В июле Он будет Типа Единственным Способом Для вас Типа Смотреть Ну Связи с миром Что ли Ну Заменит Для вас Ютуб Когда Ютуб Закроют Но Это Не так Понимаете Это Абсолютно Не так Потому что В июле Во первых В России По моему Запрещены Эти ебучие Криптовалюты А здесь В ютубе Нету Криптовалюты То есть Там Нормально Тебе платят Ну то есть В Разрешенных В Рашке Деньгах Здесь же Вам платят Типа В криптовалюте Которую Во первых Надо еще Конвертировать Во вторых С ней нужно Грамотно Обращаться В третьих Там еще Какие-то Вещи Ну вот Как вы видите Тут сразу Лучший Ноутбук Что-то Фомин Ну вот Видите Бизнесы Всякие Сюда Кстати Там Всякие Аниме Сюда Загружают То есть Пытаются Тупо Загрузить Все подряд Для того Чтобы Типа Поднять Какие-то Бобосы На просмотр Так вот То есть Дело В том Что Здесь Еще Хуже Чем Ютуб Понимаете На ютубе Его почему Пока что Не закрыли Потому что Собственно Очень много Людей На нем Уже Сидит И то есть Их просто Дохерища Этих людей Которые там Сидят На ютубе А Здесь Мало Людей И при этом Здесь Еще и Цензура Не работает Следовательно Блин Как раз Роскомдзор Не сможет Здесь Ничего Заблокировать И так далее Или там Вот эти Вот Кремлеботы Трудно Их сюда Нагнать И так далее То есть Трудно Контролировать Это Еще Хуже Для Кремля Чем Ютуб Следовательно Скорее всего Заблокируют Именно В июле А Ютуб Блокировать Никто Не будет Просто Ну Если Заблокируют То Во вторую очередь А здесь То есть Криптовалюты Куча Наеба Всякого Ну Вы поняли Там Всякие Духовные Скрепы Разрушающие Ролики Опять же Вы Серьезно Считаете Что Ютуб Заблокируют Первым Нет Я так Не считаю Я считаю Что в июле Это такая Вот Темная Часть Ютуба Но Я должен Заметить Есть здесь И хорошие Вечи Например Отложенная Публикация Я не понимаю Какой Уебан Умудрился Короче Убрать Эту функцию То есть Чтобы Публиковать Видео Не тогда Когда ты Загружаешь И То есть В определенное Время Чтобы Можно Было Типа За Это Как его Ну Запланировать Запланировать Публикацию И То есть Видео Там Выставил И потом Выставил Я Ею Пользовался Кстати То есть По 10 По 12 Видео Поставил И вообще Не заходишь На Ютуб А Видео Сами Выкладываются Все Спокойно Там Лайкаются Что угодно Делают Это Офигенная Функция А также Я скучаю По функции Прерол Автоматических То есть Ты загружаешь Какой-то Трехминутный Ролик И он Короче Добавляется К каждому Твоему Видео В начале То есть Чтобы в начале Или в конце Но ты сам Выбираешь То есть Можешь в начале И в конце Добавить Вот этой Вот функции Мне реально Не хватает Также Другие Функции Были Многие Я не понимаю Ютуб Ты ебанат Сколько лет Блять У тебя Только Уменьшается Количество Функций Ютуб Ты меня Бесишь Блять Знаете Вот Я Уже Склонен К тому Что Я Как Поросенок Петр Буду Съебывать Сгребаного Ютубчика Как Поросенок Петр Сгребаной Рашки Мне нужен Только Трактор Но Пока Что Его Нет И так Далее Ну В общем Ютуб Реально Заебал Но Понимаете То есть Такие Вот Как Мой Канал То есть Никто Естественно Ради Меня Не будет Регистрируется На Вьюле То есть Это Нужно Реально Какое-то Быдло Сюда Приводить Ну Собственно Аудитория Ютуба В большинстве Самом Быдло Да Сейчас Конечно Же Моралфаги Поставят Дизлайком Ну Плевать То есть В принципе Нужно Чтобы Всякого Плебиса Сюда Охлоса И так Далее Понавили И тогда Типа Будет Норм Но Типа Элитка 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 Она вообще Уже Никакими Ютубами Не пользуется Она уже На каких-то Специализированных Сервисах На Виме Он На том же Может Зависать Там Свои Ролики Делать А Всякие Вот Как раз Сейчас Сюда Всякий Сброд Тыкается Ныкается И это Не очень Хорошо Также Здесь Есть Система Встроенного Доната То есть Так как У нас Тут Своя Валюта То Естественно Посмотрел Куда-то Ты можешь Сразу же Тут То есть Пожертвовать Например В июе Этот Я не Роботом И вот Пожертвовать Ему Денег Помимо Лайков То есть Донат Очень Простой Встроенный Также В принципе Тут Есть Вот Это Что В июе Это Валюта Не помню Что Ну то есть Платные Подписки Опять же За этот В июль Наверное Осуществляются Реклама Наверное За счет Них Может Здесь Проходить И Другие Вещи В принципе Идея Неплохая То есть Донат Теперь Гораздо Легче То есть Не нужно Чем-то Другим Заниматься Насчет Самой Криптовалюты Ну Дело В том Что мы Знаем Что такое Криптовалюты То есть Да Биткоин Это Хорошая Криптовалюта Но Остальные Откровенно Говоря Какаха Там Всякие Доки Коины И так далее Они растут Да растут Но Блин Это Полная Хрень Если честно То есть Биткоин За счет Того Что он Первый За счет Того Что он Уникальным Был В свое Время Он Останется А остальные Криптовалюты Большинство Из них Исчезнут Загнутся И так далее Так что Вот это Хайпить На них Не стоит Насчет Вью Ну Знаете Ли Есть Всякие Токены И так далее То есть В качестве Токенов Он Годится Наверное Но Опять же То есть Кто сюда Будет Кого Зазывать Чтобы Здесь Все Вот это Вот Снимать Сюда Видео Выкладывать И так далее Я Возможно Сюда Несколько Свои Видео Буду Выкладывать Но Дело В том Что Люди Считают Что Типа Вот Давай Я Запишу Буду Записывать Видео И загружать Их На Оба Сервиса То есть На Ютубе На В Июле Но Понимаете То есть Если На В Июле Просто От Этого От Того Что Ты Туда Загрузишь Ролик Дублированный Там 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 Появятся Люди Вот Чем Прикол То есть Люди Они Все равно Будут На Ютубе А Зачем Им Переходить На В Июле Если Они Могут Тебя Смотреть На Ютубе А На Июле Как раз Проблема В том Что Вот Как Вы Видите Нет Нет Просто Людей То есть У Гугла Очень Большая Власть Кто То Опять же Говорил Что Рано Или Поздно Всегда Будет Конкуренция Ну Есть Ли У нас Конкуренция У Фейсбука То есть Понимаете Конкуренция Уместна Там Где Есть Разные Подходы То есть У Июле Есть Какой То Свой Подход То есть Опять же У него Есть Некоторые Фичи Которые Которых Нет У Ютуба То есть У него Есть Шанс В Принципе Удержаться И Получить Какую Аудиторию И Развиваться Может Когда-то Он Даже Ютуб Догонит Но Опять же Это Если Все Это Если Потому Что Будет Ли Этого Достаточно Будет Ли Ютуб Продолжать Свой Терроризм Террор То есть Запугивание Своих Зрителей Блокеров И Всяких Ютуберов Будет Ли Он Позволять И Наоборот Еще Поощрять Накрутку Всякую И Так Далее Опять Неизвестно Что Здесь Произойдет Вдруг Здесь Тоже Мудаками Станут Владельцы Этого Сайта И так Далее То есть Это Ну Вот Смотрите Две Недели Назад 18 Просмотров Это Вот Если Не Брать Раскрученного Какого-то Блогера Вот Столько У вас Будет Вот Нафиг Это Как Нужно Если Ты Зарегистрировался На Ютубе То У Теб Будет 100 Просмотров Через Две Недели Даже Если У тебя Полностью Вообще Просто Самый Убогий Ролик Я Видел Школьников Которые Всякую Полную Херотень Снимали И при этом То есть По тысячу Просмотров Набирали Ну Впрочем В отличии От Меня То есть У меня Еще Меньше Часто Бывало Это Вот Когда Я Забыдло Наруто Онлайн Уцепился Это Началось Рост Как Говорится Этого То есть Было Трудно Ну В общем То Контент Я хочу Сказать Что Контент Это Не то Что Нужно В июле В июле Нужны Люди Ну А люди Как бы Тоже Им нужен Уникальный Именно Контент То есть Если Ты Переходишь На В июле То Ты Должен Как На Ютубе Именно Переходить Полноценно А Не Оставаться Одной Ногой На Ютубе А Этого Никто Не хочет Делать То есть Особенно Вот Эти Крупные Они Думают Ну Я Сейчас Запишу Типа Видео Одно И Вдруг Там Остальные Подтянутся А я Потом На Готовенькое Приду Нет Никто На Готовенькое Не Придет То 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 В итоге Также Опять Ж Те Самые Люди Которые Типа Талантливые Какие Так Хороший Контент Будут Делать Человек Когда он Хочет Именно Качественный Контент Делать Он Думает Куда Ему Пойти На В июле Или На Ютубе И Как Вы Думаете Куда Он Пойдет Я Думаю Что Он Пойдет На Ютубе На Ютуб И Следовательно То То есть Качественный Контент Автоматически Избегает Этого Места Ну Конечно Все Это Решилось Бы Огромного Огромным Количеством Рекламы И Другого Говна Но Тоже Не факт Во первых Во вторых Опять же У ютуба Есть Больше Опыта Есть Больше Всего То есть Как я Сказал Фейсбук В таких Вещах То есть У фейсбука Вот Вконтакте Сейчас Уже Мертв То есть Откровенно Говоря Вконтакте Там Вот эти Вот Все Одноклассники Другие Соцсети Альтернативные Они Все Мертвы Сейчас Жив Только Фейсбук Почему Так Да Потому Что Вконтакте С Вот Этим Вот Лицензированием Музыки С Какой То Гребаной Платформой Для Продаж Это Полная То есть Смерть Это Его Убило То 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 есть Фактически Ютуб Заменил Мне Теперь Вконтакте Потому Что Я Вот Могу Запросто Взять Какую То Эту Набрать Себе Музыки И Играть Ее В Листе На Ютубе Зачем Мне Для Этого Вконтакте Теперь При Том Что Там Вот Эти Мелодии Короче Они Запрещены Они Коперачены И так Далее А на Ютубе То есть Можно Найти Не Закоперачены Мелодии Вполне Себе Есть Библиотеки Есть Специальные Каналы И так Далее То есть Гениален Что Просрал Последний Свой Вконтакте И То есть Дуров Еще Пытался Он Понимал Что Вконтакт Должен Был Выделяться То есть Он Должен Был Быть Или Пиратской Платформой Или Вот Это Какой-то Микроблох Иметь Свой И так Далее То есть Его Нужно В этом Направлении Развивать А так Как Он Пошел В другом Направлении То Следовательно У него Исчезли Все Преимущества Над Фейсбуком И Собственно В отличии От Фейсбука Вконтакт Можно Считать ФС Бук То есть Книга ФСБ То есть Это Книга Для Сбора Досье На Всяких Там Неугодных Так Что Всех Вконтакта Я призываю Уходить Ну И Как Мы Видим То есть Что Я И Говорил Что Фейсбук У него Нету Конкурентов И Он Спокойно Себе Живет Да Хуево Да Но Дело В том Что Деградировать Он Может Хоть Сто Лет То На самом Деле Деградация Происходит Довольно Медленно Да Там Неудобный Интерфейс И так Далее Можно Было Было Это Сделать Из-за Того Что У него Нету Типа Конкурентов Из-за Этого Никто Этого Не Делает То То есть Не Делает Более Удобные Интерфейсы Функции Фейсбуки Но То же Самое С Ютубом То есть Никто Не Делает Не Услуживает Людям А Все Почему Потому Что Есть Одна Концепция Собственно Этой Социальной Сети И То есть Если Есть Какая То Другая Концепция Появляется Социальной Сети То Она Зачастую Запрещена Законом Или Что То Вроде Того То есть Если Ты Там Убираешь Цензуру То На тебя Начинают Страны Опполчаться И блокируют Твой сайт В других Странах То же Самое Может Случиться В июле В Собственно На этом Сайте Если Ты Начинаешь Там Музыку Без Копирайта Распространять Или Продавать Что-то То Опять Просят С тебя Налоги Начинают Там Закопирайта Судебные Иски Подавать И так Далее И тому Подобное Естественно Никакой Сервер Не сможет Избежать Этих Судебных Исков И подобного Говна И в итоге У нас Получается Что Фейсбук Это Просто Это Вообще-то Он должен Был быть Нечастным То есть Это должно Было быть Как интернет То есть То что Цукиберг Он Типа Его изобрел Он должен был Его просто Отдать И все И то есть Там получить Какие-то Определенные Деньги И так далее То же самое С Ютубом Но как мы Видим Вот эти Вот вещи Которые В принципе Очевидные Которые Наравне Как в своем Время Интернет То же самое Эти вещи Они должны Стать Достоянием Общественности Они Запривачены То есть Они Это Приватизированы Определенными Лицами Которые На этом Просто Миллиарды Грибут И как бы Это неправильно Потому что Это вот Как Ну хотя Может и правильно Но по крайней мере Через определенное время Нужно было бы Их сделать То есть Ничейными Общественными Типа вот Как Википедия Вот почему Википедию сделали Достоянием Общественности При том что Вот Это вот Наравне с Ютубом Я считаю То есть Если тебе нужно Какой-то термин Узнать Или там Списать Узнать Там Ответ На контрольной То ты Открываешь Википедию И списываешь Там То же самое С Ютубом То есть Если тебе хочется Что-то узнать Там Хочется просто Развлечь себя Интересным видео Каким-то контентом То ты идешь На Ютуб То есть Вот в этом Проблема В этом проблема Возможности Конкуренции С Ютубом То есть Если В июле И может Как-то победить Ютуб То он скорее Станет вместо Ютуба Скорее всего То есть Он не будет Наравне с ним Конкурировать Просто потому Что здесь Мало вариативности Опять же Если здесь Начнут всякое Порно Выкладывать То этот сайт Могут просто Закрыть Или же Опять же То есть Всякую хрень Будут творить Опять же Криптовалюты Тоже у многих Запрещены Следовательно Этот сайт Он уже Опять же Не для всех Ну Такие вот дела Значит Вот что я думаю А в июле Об этом Типа Как Зарегистрировать Здесь канал И в принципе Более подробно Познакомиться С этой фигней Я вам расскажу Позже В другом ролике Но в целом Я хочу Сказать Ох Нифигаси Все таки Кто-то сюда Приходит Но Я хочу Сказать Что скорее всего Все таки Не платили Вот этим Вот Всяким Шефцовам И так далее Потому что В принципе Всех Ютуб Заебал Но Они хотят Так Типа Кто не бронирует Тот мастурбирует Вы понимаете То есть Как Когда Только Начиналась Эта вся фигня С ютубом То есть Кто пришел Первым на ютуб Тот получил Свою долю славы Кто снимал Первым майнкрафт Тот получил Свою долю славы И вот эти вот Все чуваки Сюда пришли Отхватить себе Долю славы На случай Если этот сайт Типа выстрелит Разовьется И будет Типа крутым И он потом Будет говорить Вот я ложусь Вот посмотрите Я видео здесь снял А потом он Типа прокнул Этот сайт И мое видео Там миллионы Направо И так далее Но при этом То есть Все хотят Попользоваться Все хотят Попаразитировать Но никто Никто не хочет Собственно Его развивать А на ютубе Собственно Были люди Которые его развивали Просто потому Что В определенный момент То есть Там в начале Был естественно Терьмовый контент Он раскачивался Раскачивался И в итоге Когда Определенная масса Зрителей Набралась Тогда уже Стало выгодно Делать более Качественный контент Вот в чем Вся фигня Так что По сути Здесь нужно Делать именно Уникальный контент Чтобы он Мог с кем-то Соперничать Опять же Здесь меньше Функций Пока что Я бы например Еще хотел Увидеть здесь Редактор видео То есть Редактор видео Который Кстати Не снимает С тебя Ответственности За то Что ты Намонтировал Потому что Типа Там на ютубе Убрали редактор Видео Потому что Типа Монтажи Ссылали Что типа Это ваш редактор А я типа Сделал видео Вот на нем А вы потом Его блокируете Это вы типа Виноваты И в итоге Взяли Типа Убрали редактор А я бы хотел Чтобы онлайн Мог редактировать Мое видео Там Склеивать Раз это Разрезать Там Возможно Какие-то эффекты Накладывать Ускорять Опять же Дополнительно Улучшать качество Там Очищать от помех Опять же Чистить звук Вот почему Вот если бы Это все здесь было То это реально Был бы Ютуб Только Светлый Ютуб Без Бесящих вещей Из кучей Офигенных вещей Пока что Здесь этого нету Пока что Здесь зато Сделали вот Всякие Эти Категории Нафига мне Ваши категории Вы скажите Это блин Как напор на хаби Вот напор на хаби Есть категории Пускай Почему Тебе тоже Тебе тоже Видел это Видео По моему Ну в общем Такие вот дела Я не знаю Кто сделал Вообще Этот Сайт И вообще Че он такой Ну в общем то Здесь уже есть Система Отложенной Публикации Насколько я знаю Опять же Вот это вот Вью Как их Конвертировать То есть Куда их Конвертировать Можно Как их Конвертировать И так далее То есть Если Если бы Они использовали Чисто биткоин Это было бы Другое дело Но слушайте Биткоины То есть Здесь где то Пусть даже Не больше чем С биткоин Крана Какого нибудь Но все таки Биткоины Я уверен Что они Типа будут Они пыли Они есть Они будут И имеют место быть В будущем Но вот эти вот Сами собственно Создавать свою валюту Я считаю Это было Ну глупо Это делает Вид Ну то есть Знаете Что это Хайп проект Какой то Что он просто Загнется Скоро и все И это как бы Подозрительность Вызывает Так что Такие вот дела Напишите Что вы думаете В июле Собственно Как здесь Зарегистрироваться И как добавить Своё первое видео Я сниму Об этом ролик Отдельно А на этом Я с вами прощаюсь Всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok